Так, в общем, ребятушки, всех приветствую! Сегодняшнее видео немного другого формата, и сегодня я решил просто покатать в такси на лянче. Вон стоит красоточка сзади, осталось ее только сполоснуть. Я, в общем, зарегался в болте в Яндексе. Яндекс уже принял меня и добавил в премиум, в комфорт, в общем, эту машину, а болт пока еще вообще не принял, и поэтому будем ждать пока что. Я еду сейчас на моечку, мою ее, все, ставим пахнючечки, приоделся, одел рубашечку, все, посмотрим, как все будет. Целую ночь буду сегодня катать, и самые интересные моменты будем снимать. Только установлю GoPro прямо в салоне автомобиля, и будем смотреть на реакцию людей, как они будут реагировать на то, как я езжу на лянче в такси. И я буду еще делать такие моменты не только в комфорте, я буду просто ставить эконом, либо просто в стандартном режиме ездить, потому что у болта есть просто обычный болт, и смотреть на реакцию людей. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я понял, что нужно немножечко еще ее протереть изнутри, а то она немного запылилась за всю неделю. Так что поехали за пылесосом, огонь! Так, короче, в общем, настроил камеру, сныкал ее так, особо она не заметна, за зеркалом стоит почти, и пришел первый заказ, пришел первый заказ, и он на экономе у меня на Яндексе, сейчас я подъезжаю, блин, пропустил, конечно, первый я пропустил, потому что я качал колеса, что-то колесо одно было немного спущено, и вот сейчас пришел первый заказ, и я сейчас подъеду, посмотрим на реакцию, в общем, камеру не буду выключать, я не знаю, девушка, это парень или кто, в общем, не показывает, что там есть. Здравствуйте! Ой, Зай, давай отсюда садимся! Здрасте! 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 Короче, первых клиентов вообще это не смутило, то я так и не понял, они на комфорте были, либо на экономе, потому что нихера не показывают, я не знаю почему, ну, типа, приходит заказ, и не пишет, типа, эконом, либо, ну, по крайней мере, я проехал 10 километров, и заработал 13 евро, так, и сейчас у меня, я приехал на новый заказ, жду сейчас клиента, нажал, что я уже на месте, и жду, не знаю, вообще, что-то в Яндексе, и вообще ничего не показывает, нет никакой информации, что за клиент, что за пакет, эконом, не эконом, блин, вообще непонятно, ну, пока как-то так, первый заказ 13 евро, даже, неплохо, даже 13.50, нормально так, посмотрим, что дальше, короче, я, значит, такое специально, решил вечером, блин, поехать работать, чтобы не было затора, чтобы не было трафика, чтобы были желтые светофоры, и ездить реально кататься, быстро по городу передвигаться, и что, я не знаю, что за дебильный сегодня вечер такой, трафик до сих пор есть, уже полдесятого вечера, такого вообще, это нереально, день какой-то странный, может быть, потому что наступил сентябрь уже, и много людей в городе, ну, не знаю, просто до сих пор еще не горят желтые светофоры, и даже на каких-то улочках, на районе, просто забито, блин, трафик какой-то на светофорах стоит, просто это нереально, я не знаю, почему, это вообще подстава какая-то, а пока, в общем, ничего интересного, будем ждать, какой-нибудь интересный контентчик, может быть, подлетит скоро. Так, короче, прилетел заказик, наконец-таки, с увеличенным коэффициентом, плюс 2 евро к заказу, сейчас вот, короче, подъезжаю, тут уже ждут, подъезжаю, вот только одену, приехали? Да. Ага. Скажи, сейчас перепаркую машину, волна. Что? Машину перепаркую, там, наверное, стоит, справа сейчас, вообще, стоянка, стоит. Ваша машина? подъехать на парковку, короче, девчонка, заказала такси, ей нужно перепарковать, сейчас свою машину, странно, что не перепарковать сразу? Так, там чуть назад, короче, меня не заехал. А мне нужно кофе, и я сейчас, после этого заказа, заеду на Влирекс, возьму кофе себе, потому что, что-то накрывает уже, слабость чувствуется такая, хочется спать. Все. Ну, спасибо же, очень приятная поездка. Спасибо, хорошего вечера, до свидания. Для улучшения качества, служил. Приятная поездка, короче, девочка под впечатлением, сказала, что никогда она не ездила, такой, в такси-машине, приятный, такой, комфортный. Короче, это, что-то тупанул, забыл включить камеру, а всю дорогу рассказывал о том, ну, я там еду, на повороте поворачиваю, и, ой, какая машина, ой, как она тормозит, ой, как она газует. Короче, подумал, странно, почему я и сюда привезу, наклута убежала вообще в другую сторону. Ждем следующий заказ, эта поездка вышла, сейчас посмотрим. Так, длиной она была у нас. О, этот тариф комфорт был, о-ля-ля, я помню, в чем прикол. понятно, понятно, 7,60 вышла поездка, и там 6 километров расстояние было. Нормально, нормально. То есть, прилетел комфорт, это хорошо. Ждем следующую поездку. О, полтора километра до, до заказа. Все, полетели, сразу навигатор включился. Не знаю, что сейчас там будет. Короче, у нас не показывают ничего, сколько стоит, куда ехать, ни хрена, только лишь до адреса до клиента. Ну, поехали. Сюда. А, карди, да? Сай муута, да? М-м-м, каек. О, лекс нюд, да? Да, карди. Киндал. Супер. Все, все, о-кей. О, киндал. О-кей, о-кей, о-кей. Айте, о-кей. Элес, ты их тут. Идай, гэм. короче думала что по карте а была наличка и потом ей пришлось обзвонить всех своих подружек то ли скинули деньги то ли чё она переключила на карту и оплата прошла по приложению все четко поехали дальше идем следующий заказ в общем два с половиной километра ехать блин я обычно такие не беру заказы по городу в центре города и два с половиной километра это очень далеко по сути но блин я случайно нажал пока с ней разговаривал заказ пришел он там был плюс 2 кажется заказу евро немного увеличенный коэффициент но сейчас если это будет два километра поездки это будет очень очень хреново а если кинутов там 67 то нормально поехали я делаю и 10 посмотри спасибо вам это ваш плюс население до короче это чел только что вышел до насыпал мне мелочи пятерку и уронил десятку кармана но я короче ему вернул вот только что сам видит сигнал а там думали десятку такой чел какой-то ну видно что они не оба за деньгами еще десятку потерял думать ему не очень приятно если он бы потом завтра вы понял сообразил что его поездка обошлась ему в 15 так она вернула я обычно возвращаю когда такая ситуация ну типа если значит на этом я не разбогатею сам по человеку то приятнее будет так что как говорится делать добро тебе она вернуться так что надеюсь вы тоже сделаете добро накидаете лайков и подпишитесь на канал что-то новому вернулось но я поехал на следующий заказ тут вроде как прилетел короче как всегда включил камеру батарейка села блин хотел записать для вас там интересный сюжетик ситуация такая взял парня короче приезжая парень молодой лет девятнадцать двадцать не не больше сел такой ну все нормально вы не трест не пьяный ничего сел такой едем что начинает кряхтеть что-то там что-то вроде кашляет вроде не кашляет вроде что-то там задыхается не задыхается потом что-то кряхтится но я раз смотрю зеркало да смотрю зеркало короче думаю камеру не буду включать пока может быть блин человеку плохо кто знает вот он короче я собира селом под наркотой и я на него смотрю он вроде адекватным то есть нормально то что-то он так поворачивается снова начинает кряхте что-то дергается двигается думаю блин капец врубил камеру доехали смотрю она не работает батарейка села блин и короче ничего не получилось снять и парень вышел расплатился наличка все нормально куда ничего не было не знаю блин ребята молодые под наркотой блин катаются не то чтобы катаются употребляют наркоту и потом какие-то вообще так нормально вроде парень среду но не знаю может быть я грешу и это не наркота он реально какой-то такой странный хотя возможно но мало 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 вероятно серьезно маловероятно потому что я его взял скопли отвез на радику и как бы все симптомы вроде как наркоты все давай литовцев там только не упи блин но если у тебя детей нету десятка мой дай десятку обратно на держи детей заведи сейчас короче будет прикол я приехал на место оплата наличками и пишут что ехать нужно на железнодорожную станцию прикол в том что сейчас я заезжал во двор был серый пассат пичел который сводил и говорил пассажир и что-то договаривался и потом сел на заднее сиденье и уехал и я больше чем уверен на 90 процентов что это был мой клиент потому что это уже не первый раз когда типа приезжаешь и такая ситуация происходит что да нету и меня не знаю юлия мистер мисс адрес и ламисты и все сами и короче возможно мой клиент уехал другим водила другим таксистом которым просто тут утворяет что-то челился хотя не знаю хотя мне такой был несколько раз серьезно по ним обратно нужно хлебнуть немного кофейца поэтому паркуемся заберем с собой телефончик кстати за 10 заказов сделал 56 евро на яндексе и надо как видно все шесть евро за 10 заказов это в среднем за 5 6 ну неплохо я думаю это даже хорош показать за 10 заказов 56 евро в день среднем 20 заказов делаешь и если 56 то 110 евро это кстати чистыми уже нормально в общем да неплохо погнали короче за кофе ты вырубаюсь на насчет думаю хотя до дома отсюда километров такие 25-30 невыгодно поэтому я пить кофе ты бен пен 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 не хочешь сейчас не хочет так камера еще чем нибудь бы взять перекусить было бы неплохо сэмпин так короче 17 евро получилось и прикол в том что я приехал домой по соседней улице да я даже сам не ожидал заказ получился прямо на соседней улице индусы вызвали меня индусы меня вызвали чтобы я их привез домой они оказываются мои соседи они живут прям рядом со мной и все буквально 500 метров я дома но заказы поступает блин реально заказы идут и с очень большим коэффициентом я уже 3-4 заказа отменил сейчас вот еще плюс 6 евро ой блин такой такой сочный заказ просто зацените плюс 6 евро на 5 км ехать блин я не буду брать потому что я вылетаю короче выйти с линии потому что я устал я устал и смысла нет заказы идут это уже понятное дело и не как бы я думаю будет идти еще долго часов 3-4 утра по-любому блин потому что люди отдыхают ну можно было бы работать но на самом деле я просто работаю сегодня почему бы уйти с линии вот так да я просто сегодня еще с утра работал на тойоте и у меня получилось сегодня на тойоте сделать ну в болте сейчас я открою болт что-то тупит так а уже после 12 обновилась но в принципе вот вчера но уже получается вчера это это в болте за за день это с утра с 7 утра где-то до 3 часов обеда это 163 евро это грязными чистыми 130 и вот с 8 вечера до 12 ночи сколько тут получилось на яндексе сейчас посмотрим это тоже обновилась собака сейчас по секунду сегодня а вот чистыми 70 евро чистыми 70 евро на яндексе там 30 здесь 70 и того ровно там 130 на болте здесь на яндексе 70 и того ровно ровно ребятушки ровно 2 сотки за один день и в общем можно подвести итоги этого вечера и вообще не только вечера еще и вообще это всего этого видео для чего его снимал реально если кто желает работать в такси в болт яндекс убер в таллине в эстонии конкретно это вариант нормальный неплохой серьезно неплохой вариант можно заработать но вот как сегодня день такой такие не каждые дни потому что сегодня прям очень хорошо и чтобы чтобы зарабатывать 200 евро в день вот чистыми 200 евро вот на топлива скин сколько я заправил 25 или насколько на 30 евро я залил в ланчо ну где-то тридцатка я сегодня потратил на топливо тридцатку на топливо в общем за весь день и я получил 200 евро от нее 30 170 евро чистыми это хороший показатель но это не каждый день будет так если вы думаете что сейчас это вот я так быстренько заработал за день 2 сотки то это не каждый день потому что может быть так что просто сидишь и ждешь заказ по 20-15 минут иногда такое бывает иногда даже думаю что в теневой банк кто-то попал придется приходится долго ждать но вот вы сами видели можно заработать реально можно заработать кто хочет и не боится работать просто работаешь по 12 часов 10 часов и больше сотки спокойно то есть 100-150 в день чистыми именно чистыми делать можно и блин это хорошо то есть в любой момент ты можешь выехать ты в любой момент можешь выйти с линии прийти на линию снова там если ты еще и в убери в яндексе и в болте то есть выбираешь себе более удобно приложение и все и работаешь и не нужно одновременно включать то есть убер болт вот я допустим днем на болте работал чисто на болте я больше другой не включаю приложение вот сейчас вечером чисто на яндексе другой больше не включал потому что заказов хватает вот так вот с головой и что на убери что на болте просто вот нету смысла включать два-три приложения просто заказывают так идут вот как сегодня просто без остановки не доезжая еще до адреса заказ приходит и в принципе заработать можно те кто хотят могут заработать в принципе но проблема еще в автомобиле если ты арендуешь автомобиль тебе придется еще платить аренду 150 евро может неделю аренду за автомобиль но это тоже нормально тоже выходит то есть работать на стройке либо где-нибудь еще работать там за 1000 за 1200 можно в такси работать больше полторы две штуки если право любишь трудиться то это без проблем а так я уже подъехал дома паркуюсь и иду спать да сегодня спать 12 ночи я иду спать заказов еще столько много блин так круто хотелось бы еще поработать но короче жадность фраера может сгубить поэтому я иду спать всех денег не заработаю и вам тоже ребятушки спокойной ночи увидимся завтра до новых встреч до новых встреч